С 2000 года первые два наперска мне привезла соседка из Германии, вот эти двумя птичками. И потом как-то пошло-пошло, один, другой, третий, подруги, знакомые, заказчики, едут, путешествуют много люди и привозят. Мне было это очень приятно. И так оно накопилось за 22 года. Получилась эта коллекция в пределах 200, может даже чуть больше. Я уже сбилась. Вот эта сестра из Воронежа привезла. У нас там тоже сестра жила, это из Воронежа. Это другая сестра вот эту. Савунью привезла с Геленджика, отдыхала. Это от дочерей. Вот дочь на севере у меня живет, сияния севера. Из Иерусалима привезли вот эту вифриемскую божью матерь. Тоже заказчица моя очень хорошая. В основном заказчики. Это подруга привезла из Парижа, долго мечтала. Из Тюмени я очень долго не могла найти наперсток с Тюменью. И потом из Москвы мне тоже заказчица привезла, моя постоянно, и говорит, вот тебе из Москвы наперсток. Она даже не знала, что он с Тюменью. Она просто увидела, что он другой. Я говорю, боже мой, так долго мечтала, чтобы у меня Тюмень была. Это дочь младшая моя мне подарила на день рождения, на юбилей как-то стараются подарить. Это моя подруга. Золотые ручки подарила на 60-летие. А это дочка подарила с моим гороскопным знаком с мышкой. Этот старинный, я как начинала работать, пришла в 77-м году в ателье. Вот этот мне наперсточек. Раньше выдавали на предприятиях бесплатно наперстки. Я шила с детства, а потом как-то в школу закончила, не поступила. Пришла в ателье здесь, в Заводоковске. И так и осталась в этой профессии. Ни разу не пожалела. Люблю эти тряпочки. Люблю людей, люблю заказчиков своих. Даже люблю, когда вредничают. Я не люблю таких пресных людей. Потому что легче работать с людьми, которые знают, что им надо. Вот уже закройщиком работаю с 80-го года, вот как закончила в Ростове-на-Дону. И вот с 80-го года работаю. Сейчас, конечно, мало кроя. Больше раньше я шила мало. В основном был раскрой. Ездили в дом моделей мы. Тюменский дом моделей. Это была вообще мечта с показом туда ездить. Сейчас машину заправлю. Нужно немножечко тут ручную работу сделать на куртке. Ну, стараюсь подобрать ниточки в цвет. Иногда так подберу, что не люблю после себя распарывать. Не вижу даже. Люблю, чтобы цвет совпадал идеально. Какой здесь был, уже вещь всегда смотрится законченной. Иголочку продвигаю на перско. Не пальцем, который кожа постоянно портится. А на перскочком. Очень легко и замечательно. На магнитах вылавки различные, которые мне при работе нужны. Ну, конечно, на перскочках, чтобы я его не искала нигде. Он у меня на магните держится. В 95-м году мне вручили значок «Отличный потового обслуживания». Ну, на основании этого значка я являюсь ветераном труда. Вот этот наперсок мне подарил наш злодоковский умелец Анатолий Матвичук. Я говорю, ну как так? У меня всякие есть наперски, а злодоковска нет. Вот это для меня очень ценный наперсок. Потому что, во-первых, он самодельный, ручной работой, из кости сделанной. Я очень благодарна этому человеку, что он пополнил мою коллекцию. Казмирчикам угадал. Можно даже им поработать. Я мечтаю о наперстке. Хочу, чтобы у меня был наперсток из Канады, допустим, из Америки. Болгария есть, Испания есть. Ну, как-то бы хотелось... Ну, азиатских стран есть. Хотелось бы... Вот наши ближние зарубежья, ну, нет. Казахстан заказывала, нет. Азиатский стран нет, Азиатский стран нет. Есть, вот знакомые есть, но... «Испания» «Испания» Субтитры создавал DimaTorzok